Девушки отдыхают Елизавета Николаевна, а последним хозяином барской усадьбы в селе Богимово, отце пятерых детей, Евгении Былим-Колосовском. Ну, бегайте, бегайте, бегайте. О, а гуляйте. Я Мешков Виктор Иванович, житель деревни Богимово, с 51-го года. Ну, по образованию я электрослесарь, каменщик, проходчик, взрывник. В Москве я работал, в метрострое. Ну, здесь сейчас на пенсии заниматься нечего. Дорогу делаю, потому что дороги-то некому у нас делать, одни пенсионеры остались. Константин Паустовский в своем рассказе «Ильинский омут» так описал усадьи. В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и «Дом с мезонином». Бесконечно грустный рассказ о любви и милой девушке Миссюсь. Миссюсь уехала из этих мест навсегда. Но чеховская грусть осталась. Она живет в глубине сыроватых аллей, в пустых комнатах большого дома, где ночные бабочки спят на пыльных оконных стеклах. Если вы прикоснетесь к этой бабочке, то увидите, что она мертва. В военное время здесь, как сторожилы рассказывали, здесь был госпиталь у нас в этом здании. После войны здесь психбольницу открыли. Больницы богатые, держали лошадей своих, коров, телят, поросят, 200 ульев, пчел был, подсобное хозяйство, поля сеяли, комбайны, трактора, все было. Была жизнь, короче, а сейчас здесь ничего нет у нас, даже магазина нет. Сам Антон Павлович в 1891 году писал Алексею Суворину. Я познакомился с неким помещиком Колоссовским и нанял в его заброшенной поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть, если бы вы знали. Комнаты громадные, как в благородном собрании. Парк дивный, с такими аллеями, каких я никогда не видел. Река, пруд, церковь для моих стариков. И все, все удобства. Цветет сирень, яблони, одним словом, табак. Эта больница уже где-то лет 13-14 как закрылась. Все здание пустое. Ну отдали вот, что ферму держат, а они сами с Москвы вот. Ну им отдали эти здания полностью в территорию земли. Ну с оговоркой, как нотариус говорил, что в течение 10 лет они восстановят первоначально, как были вот эти старинные здания. Ну что-то движения нету, только одна разруха. Здесь же, в то лето, жил член товарищества передвижников, русский художник Александр Киселев. Среди работ Киселева можно отметить забытая мельница, вывоз бревен, речной пейзаж, сенокоз. У художника было семеро детей. Чехов называл их киселятами. В аллеях парка дачники развешивали бумажные фонарики, ставили живые картины и спектакли. Блин, Колосовский угощал Чехова вареньем из крыжовника. Вот, видишь, веточки нашел, подмел вышел. Она даже лучше получается, чем граблями. О, видишь, как? На зиму напаточкой чищу. Жена Блин, Колосовского, Ольга Кашкина, происходила из древнего рода греческих дворян. Дед Ольги Николаевны, Кашкин Сергей Николаевич, как и его двоюродный брат Евгений Оболенский, были декабристами. А их сестра, Варвара Петровна Оболенская, с женой Алексея Прончищева, у которого в 1836 году были в Колосовске и купили имение в Богимово. Вешаю, вон, вешаю это, когда весной, осенью. Ну, чтобы не ездили, потому что делаю вручную, где камни, где кирпичи, вот, видишь, подбиваю. Вот это бревно. Сюда я ее ложу, когда весна, осень вот. Родословное Прончищевых начинается с Ивана Прончищева. Василий Прончищев, родившийся в 1702 году, вошел в историю как участник Великой Северной экспедиции. Это была самая крупная экспедиция в истории, проведенная силами одного государства. 30 июня 1735 года Прончищев отправился из Якутска в неисполение на судне Якутск. Штурман Семен Челюскин был однокашник Василия по навигацкой школе. 51-м неофициальным участником экипажа стала жена Василия, Татьяна Прончищева. 52. Условия арктической природы были суровые. Челюскин писал, в начале сего девятого часа штиль. Небо облачно и мрачно, мороз великий, и появилась шуга на море, от которой мы в великой опасности. Что ежели постоит так тихо одни сутки, то боимся тут и замерзнуть. «Плухие льды зашли, что по обе стороны, так уж и впереди нас великие стоячие гладкие льды». Якутск под командованием Прончищева достиг самой северной точки за всю былую историю. 30 августа 1736 года Прончищев погиб, ему было 34 года. В 1999 году проведена эксгумация и судебная экспертиза останков Прончищева и его супруги. Было установлено, что Василий умер от перелома большой берцовой кости. Причину смерти Татьяны Прончищевой, пережившей мужа всего на 14 дней, установить не смогли. Ей было 26 лет. Отрядом во главе с Василием Прончищевым были открыты острова Фадея, Комсомольской правды, Петра, северо-восточная часть гор Барынга. Общая длина открытой береговой линии полуострова Таймыр составила около 500 километров. Вот так мы живем. Вот это вот здание бревенчатое, квадратное. Здесь емкость стояла. И оттуда вот километр, Барский родник, вода шла самотеком по дубовым трубам. А здесь кран заходили, открывали, набирали чистая вода. А вот сейчас испортили в наше время. Хотели облагородить, бетонное кольцо поставили, крышу сделали. А жила-то ушла в другую сторону. Перекрыли жилу кольцом. Надо же как-то думать, чтобы вода-то в кольцо попадала. И ушла вода в левую сторону, так идете, по грунту идете и в ручей все. А бочка пустая, уже все, без родника остались. Барская аллея. Подметаю, потихонечку выйдешь. Размяться надо, а то засиди все. Выйду, утром вышел, взял немножко, подмел, размялся. Пошел чайку попил, пошел опять размялся. Ну и приятные людям пройтись самому. И проехать приятно тоже. Потихонечку веримся, потому что подлежащий камень, как говорится, вода не течет. В конце 18 века Алексей Ионович Прончищев перестроил деревянную усадьбу в Богимово. Строения стали кирпичные. Большой двухэтажный дом в 25 комнат. Конный и скотный дворы. Как вспоминала Екатерина Сабанеева, правнучка Алексея Ионовича, все это стояло лет 30 небеленным. Хозяин говорил, что строению надо выстояться. А вот серебристые тополя, барские, видите кроны какие, вон, втроем обхватываешь, еле-еле обхватываешь, вон, старинные липы, вот. А вот, это кто, кому отдали, вот это, первоначально их так вот называлось, потом отцы и дети, потом они сейчас переименовали уже, я не знаю как их сейчас. Березу, вот ездию, ездию. Раз кирпичи камни попали, я положил сюда, дорогу подбилось, я раз и делал. Вот, видишь, лежать у меня на готове. Алексей Ионович имел деспотичный характер. Старая Пелагея, синая девушка, во время грозы брала икону, сжигала свечку и обходила вокруг дома, творя молитву. Екатерина Сабанеева, еще будучи ребенком, спрашивала у нее. Пелагеюшка, отчего у тебя глазок кривой? Это, сударыня-барышня, отвечала она, прадедушка ваш, Алексей Ионович, изволил выколоть. А это сад вот, это больничный сад был, а это была раньше вот дорога. Когда им отдали, они стали на джипах ездить, туда ставить джипы осенью. Я говорю, куда вы едете, дороги разбивай, мы сделаем. Ну ладно, тут иду, уже паска была, никто не делает. Ну что, взял тяпку, лопату, сделал. Начали опять разбивать, я вот здесь написал таблицу, сюда грузовые, сюда легковые. Здесь взял, молодняк порубил, и чтобы здесь легковые ездили, а сюда грузовые, чтобы не разбивали так. Вот старинные скворечники еще, видишь, вот прибиты были. А тут еще у меня, вот видите, скобы я вбил. Вот скобы вбил. Ну и деревья не страдают, я аккуратно скобочек прибил на маленькую гвозди. Вот. Ну как бы шлагбаум у меня, видишь. Вот. Ну люди-то уже знают, не едут. Вот барак у нас полностью было забито людьми. Сейчас все, жить некому, все пустое. У Алексея Ионовича было три дочери и сын. Во время военной службы в Превеле сын женился. За что Алексей Ионович прогнал его и невестку, повелев им занять избу на скотном дворе. Вскоре сын заболел Тифом и скончался. Его жена, родив первенца, не смогла пережить потерю мужа и скончалась вслед за ним. А это я игрушку нашел, выкинули. Ну я ее на дерево. Ну приятно, вот дети играют. Идут вот, фотографируют. Ну вот написал, деревня Богеймова. Тоже это, кто едет, не знаете. Дальше сто метров, там уже тупик. Лошадку нашел, ее выкинули. На помойку там. А я иду, гляну, думаю, дай-ка я ее сюда поставлю. Ну вот, тоже нашел, написал тоже вот. Уже она несколько лет висит. Умение прощать, просто сильных, слабые никогда не прощают. Она в жизни так и происходит. Сильный человек, он всегда прощает. Простишь и тебя прощать, прощен будешь. Ну а люди не понимают. Алексей Ионович после смерти сына и невестки плакал. Молил Бога простить ему жесткосердие. Воспитанием новорожденного Алеши занялась его тетка. Екатерина Алексеевна Пренчищева. Я несколько лет дорогу это делал. А сейчас-то поддерживаю. А это я для безопасности баллоны укопал. Потому что кто не знает, съезжает. А тут болото, машина тонет. Ну и водитель-то не знает, думает, сухо. А понимаешь, все разбивается. Потом ему и выехать трудно. Вот табличку тоже написал. Тоже давно она у меня висит уже. Ну вот трубу нашел. Вот такие две трубы, два кусочка. Вот два кусочка нашел. Думаю, здесь вода на дорогу идет. О, видишь, вот она. Она небольшая. Она вот такая. И вот длина вот такая. А я ее взял, срастил, сверху железом обмотал. И вода сходит все равно уже. Ну вот, сухо вот это упал. Дорогу перекрыл. Пришлось лезть туда, отпилить его. Вот, вот этот толстенький. Он перекрыл, упал. Ветром отломило. Ну вот, видишь, не уверен, не обгоняй. Вас ждут дома. Нет, здесь не обгоняйте, а по жизни. В трассах там. Ну и здесь, быстро едешь, тихо понесут. Что тут у меня живет? Вот этот дом у нас пустой. Вот этот. Вот. Бабушка туда в Питер забрал сына. Она там померла. А так у нас уже пустой. Ну вот, у меня, видишь, тут стоянка написана. А здесь я, видишь, сделал стек. Там помо-то не было. Она уходит. А здесь я загородил. А то, знаешь, заездить кто. Ну вот. А это вот поля были. Вот где молодняк-то. Это поля все были. А сейчас, видишь, деревья уже какие. Ну, сейчас уже, видишь, сажать некому. Уже людей не осталось. А так вот это тоже пахотная земля была, частная. Вот. Огороды все пахали. И мы здесь все прекрасно было. Прям полошки вбили. А картошку убирали. Одному на лошади напашивать. Раз выбрали. В другом перебежали. Все вместе друг другу помогали. Раз. Мощь и убрали огороды быстро. Ну, дружно были как-то. Весело. И в Синокос, когда на Синокос ездили с песнями. Стоговом большие ставили. Здесь же подсобное хозяйство было. Там вот четыре стога на зиму высоких стояли. Все вручную делали. Стоговали, вилами подавали. Видишь, как хорошо было. Тоже дом пустой вот. Там уже школа была. Старая рухнула, новая построили. Потом учить некого. И новая рухнула. Где рухнула, где поломали. И, короче, сейчас ничего там нет. Ферзиков возить учиться. За 10 километров. Тут есть у нас пять человек учеников. Вот их туда на автобусе водят. А так, когда, конечно, помоложе был. Я в Москве жил. И в Новомосковске жил. А сейчас, скажем, в деревню выйдешь. Тишина. Вообще ничего не слышно. Вообще, уши аж закладываете от тишины. Вот это мне нравится. Вот. Вот гора. Видишь, как? Где мост переезжает. Вот. Вот церковь, видите. Вот они леса поставили. В газете фотографировали. Вот это, что москвичам-то отдали. Вот как леса поставили, так они и стоят, так и будут стоять. Пока сгниют. Ну, уже второй год стоят. Здесь деревнохранилище было. Вот машину прямо задом заезжали. И туда земно всыпали вот здесь от больницы. Там сухо, там асфальт внутри хранилось. Вот. Ну, леса, они вот, видишь, уже гниют. Вот обвалилась уже. Они уже два года стоят. Снег падает, они гниют. Тем более, это сосна. Она сейчас теплая. Все погнилось. На металл утащили, видишь. Вот одни эти петли остались, видишь. Вот там зерно, за этой стенкой там зерно хранилось. Там заезжали машины, подсвечники с Алексиена привез кто-то. Я пришел, смотрю, Алексиена кто-то кованый прикрепил сам. Ну, видеть, люди, иконы приносят здесь. И он привез, сделал подсвечник, полный сам прикрепил. И он привез, сделал подсвечник, полный сам прикрепил. Да, батюшка приезжает из этого, из Дубны. Когда праздники приглашают его, вот эти фермеры. Это их не усадьба-то, они это приглашают его. И батюшка приезжает служить в церкви здесь. Народ приходит, службу служить. Ну, иконы вот люди приносят. Свечки зажигают здесь. Ну, короче, не хулиганить, хорошо. Вот, молодцы. Ну, вот, огонек погорель. Вот, иконочки, божественные книги. Вот, здесь вот был заход, здесь, вон там вот экран был, клуб был. Здесь вот кинобудка была, здесь проекта в стоях. Кино крутили. Это 60-е годы, 70-е. А потом все здесь развалилось. Вот. А это магазин вот здесь был. Вот, вот так вот здесь была перегородка, вот здесь вот дверь оттуда. И вот здесь вот магазинчик был небольшой. Вот. Ну, я забил, чтобы туда люди не ходили. А то, видишь, треснуло. Не дай Бог, человек пойдет, чтобы не пострадал. Вот. Вот Иисус Христос. Вот, я как-то лет-пять назад лестницу взял, взял, отмыл, а то не видно его было. Образ. С лесенки взял водички и аккуратно отмыл его. Ну, вот люди приходят, хоть не хулиганят. Мы туда не лазим, туда под крышу. Даже висит, не дай Бог. Крещено. Видишь, прям на образе. Образ он святого и прям треснуло, видишь? Образ святого. Ну, здесь железом забил тоже, чтобы на сквозняков не было. Железо старое. Вот ангелочек, смотри. Вон, ангелочек, видишь? Сохранились еще, видишь? Вот. А здесь закопчено, видишь, вон. Вот, закопчено. Здесь буржуйка стояла, вот здесь вот. Здесь буржуйка стояла, когда клуб был. И труба железная. И вот она, как дым туда выходила, она коптилась. Вот здесь вот буржуйка была. Здесь экран, здесь кино крутили. Екатерина Алексеевна была женщина-деловая. Царствование Николая I построила новый храм в селе Богимово. Ездила она в четырехместной карете, шесть лошадей с выносными, форейтером и двумя лакеями на запятках. Алексей Владимирович Прончищев после смерти деда и тетки стал единственным представителем рода Прончищевых, К своей свадьбе он выбелил усадебные постройки, отштукатурил дом, разбил сады и липовые аллеи. Венчался он в Москве, на княжне Варваре Петровне Оболенской. Местные краеведы неоднократно пили тревогу по поводу состояния усадьбы в Богимово. Региональные и федеральные чиновники неоднократно осматривали ее, но усадьба продолжает разрушаться. Последний капитальный ремонт храма в 1898 году проводил еще Белим Колосовский. Я не голодую, радуюсь жизни. Вино не пью, пиво не пью. Детка, иди, иди, иди прогуляйся, иди прогуляйся, иди моя девочка, иди моя девочка. Детка, иди, иди, иди.